В пятницу индексы S&P500 и Nasdaq обновили максимумы на фоне ралли акций Netflix. Фондовый рынок США в целом демонстрировал рост после того, как глава ФРС охарактеризовал американскую экономику как сильную. Инвесторы, между тем, были обеспокоены ситуацией вокруг возможных судебных разбирательств Трампа. Индекс S&P500 вырос до отметки 2874,69 пункта на фоне роста акций технологических компаний. В пятницу индекс закрылся на максимальном уровне с 26 января, за неделю прибавив 0,9%. Промышленный индекс Dow Jones закрылся на отметке 25790,35 пункта. Акции американской химической компании Dow DuPont показали значительный рост. Индекс Dow вырос наполовину за неделю. Индекс технологических компаний Nasdaq вырос до отметки 7945,98. За неделю индекс прибавил 1,7%. Глава ФРС США Джером Пауэлл выступил с речью на банковском симпозиуме в Джексон-Холл, где представители регулятора ежегодно собираются для обсуждения будущей монетарной политики. По мнению аналитиков из речи Пауэлла следует, что глава ФРС не предполагает существенного роста инфляции выше 2%, поэтому курс на постепенное повышение ставок все еще остается актуальным. Настроения также улучшились благодаря сильной финансовой отчетности и экономическим данным, о котором сообщалось ранее на прошлой неделе. Из экономических новостей число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 210 тысяч почти до уровня 1969 года. Базовый индекс заказов на товары длительного пользования вырос на 1,4% в июле более быстрыми темпами, чем ожидалось. Помимо этого, опасения вокруг торговой войны также преобладали среди участников рынков. Переговоры между Китаем и США завершились на прошлой неделе без видимых признаков прогресса. Ранее на неделе вступили в силу ввозные пошлины на американские и китайские товары. Сильные финансовые результаты ритейлеров привели к небольшому недельному росту основных фондовых индексов. Розничные компании Lowes и Target сообщили о доходах, превышающих ожидаемые. Акции компаний выросли на 9,5% и 5,1% соответственно. Гендиректор Target Брайан Корнелл отметил, что в настоящее время компания извлекает выгоду из очень сильной потребительской среды. Президент США Дональд Трамп упомянул об этом в своем твиттере, назвав это сильным заявлением от ведущего топ-менеджера. Акции Netflix подорожали на 5,8% в пятницу после того, как аналитики SunTrust повысили рейтинг акций, заявив, что они продолжат рост на фоне успешного бизнеса компании за рубежом. Акции показали сильную динамику за неделю, прибавив более 10% в течение пяти торговых сессий.